Казань Около 10 лет назад Казань ничем не отличалась от любого другого города-провинции, но сейчас она ежегодно радует нас архитектурными сооружениями. Давайте узнаем, как изменилась Казань за последние годы. Казань заметно преобразилась после избрания Владимира Путина на должность президента Российской Федерации. Социальная инфраструктура 90-х была наследием Союза Советских Социалистических Республик. Казань 90-х – это город с убитыми дорогами, где зачастую не проводился даже ямочный ремонт. Вечером город погружался во тьму, освещения почти нет. Преобразование Казани началось с подготовки к празднованию тысячелетия города. Комиссию, отвечающую за проведение мероприятия, возглавлял лично Путин. Он же прибыл в столицу Татарстана на ее юбилей в 2005 году. К этому моменту в городе появилась первая линия метрополитена. Был построен долгожданный мост «Миллениум». Начинающим задыхаться от пробы в городе расширялись дороги. Казань избавлялась от трущоб и задумывалась о сохранении своих главных символов. Начиналась реставрация Казанского Кремля. Казань за последние 20 лет кардинально изменилась. Во-первых, она достаточно сильно выросла в своих габаритах. В Казани изменились подходы как с точки зрения сохранения архитектурного наследия, так и с точки зрения создания новых современных архитектурных объектов и в целом дизайна. Также активная политика, молодежная политика в Казани. Множество появляется молодежных объектов тоже с особой средой. Надо сказать, что, конечно, такие подходы, дизайн-подходы, они на самом деле инновационные для России. Не во всех регионах России, особенно в государственных объектах, в общественных объектах, происходят такие колоссальные изменения в сфере дизайна. Важным в обновлении Казани стало и прошедшее в 2013 году универсиадо, которое фактически стало репетицией последующей Олимпиады в Сочи. На карте города появились десятки спортивных объектов, в том числе 45-тысячный стадион Акбарс-Арена. Новые дороги, развязки, обновилась и Ленинская дамба. Разделенный рекой город получает полноценную дорожную связь между северной и южными частями. Реконструировали аэропорт и ведущую к нему дорогу. Продолжилось преобразование центра. Казани стало удобнее гулять. Также в третью столицу стало легче приехать. Был построен северный вокзал. Реконструирована трасса М7 и проложена высокоскоростная магистраль М12. На сегодняшний день, наверное, самое то, что бурное на сегодняшний день развивается в Казани, это ремонты фасадов объектов к Бриксу. То есть это тоже после каждого важного мероприятия в городе всегда остается такой знаковый положительный след. Место, которое не оставляет ни одного туриста равнодушным – Кремлевская набережная. Она существовала давно, но с появлением под стенами Кремля в 2010 году Дворцовой площади, здания Дворца земледельцев и элитного жилого комплекса Дворцовая набережная администрация Казани приняла решение о благоустройстве участка береговой линии и превращении его в яркую набережную. Уже летом 2015 года состоялось торжественное открытие полноценной набережной. На велосипеде порой выезжаю. Мне, в принципе, нравится, как бы устроили набережную. Построили вот эти велодорожки. В принципе, очень удобно стало. Было бы неплохо добавить катамараны, чтобы люди могли кататься на них. Ну, набережная у нас и так, конечно, шикарная, отличная. Здесь и кафе все есть для детей, на самокатах, на великах все катаются. Мне очень нравится, что она очень протяженная, красивая. Учитывая, что я была во многих городах России, я могу сказать, что эта набережная одна из самых красивых, реально благоустроенных. Рядом с набережной располагается площадка для главных культурных инициатив – Национальная библиотека Республики Татарстан. Бывший мемориал, который задумывался как Центральный музей Ленина. Первоначально здание было Национальным культурным центром. Там проходили выставки и лекции. В дальнейшем построенное в советское время здание преобразилось. Сегодня в нем размещается Национальная библиотека, которая притягивает к себе людей всех возрастов и разных интересов. Сам объект, конечно, он, насколько я знаю, не является объектом культурного наследия. Но, конечно, он уже обладает всеми признаками объекта. У него, во-первых, уже и возраст, который позволяет его зачислить в эти списки объектов культуры наследия. Конечно, архитектурная ценность, уникальность для Казани. Это такой стиль советский брутализм, символизм. Это его такое красное знамя интересное. Ну и мы видим, как внутренние изменения, в том числе и дизайна пространства, и функции, дали этому объекту новую жизнь. Потому что очень долгое время этот объект практически не использовался. Еще одним известным местом для отдыха является парк Черное озеро. Он долго приходил в упадок, постепенно теряя былое величие. Но за последние годы, благодаря программе парки Татарстана, получил новую жизнь. Сейчас это современный и ухоженный парк, в котором проходят различные мероприятия. С каждым годом в нем появляются новые фонтаны, аллеи и интересные элементы декора. Еще в советское время в парке Черное озеро заливали каток. Именно это событие дало толчок для образования в столице Татарстана своей собственной хоккейной команды. Традиция зимней забавы осталась. Поэтому каждую зиму там можно покататься, наслаждаясь украшенными грилляндами парком. Парк несколько раз ремонтировали, то есть качество реализации было не очень удачное. Но при этом там есть, на мой взгляд, плюсы. То есть были воссозданы два доброкадера, в которых сейчас расположены рестораны. Сам парк зажил. Но я бы его сделал именно с точки зрения исторического парка. Максимально восстановить, воссоздать среду 19 века, в котором он был, понятно, с внедрением всех современных функций внутри объекта. Но я бы сделал упор именно на этом. Парк Горького. Точно так же, как и другие объекты культуры, из умирающего парка советского времени превратился в место притяжения для прогулок с семьей и свиданий. Первый этап реконструкции был завершен в 2014 году. Проложили новые пешеходные дорожки, облагородили газоны, обустроили общественные пространства для детей, поставили игровую площадку. Сейчас для жителей и гостей города предложена масса вариантов активного отдыха. Летом здесь устраивают кинопоказы под открытым небом, проводят мастер-классы по танцам, занимаются йогой. А зимой можно даже попасть на соревнования по единому триатлону и другие спортивные мероприятия. Парк Горького, он был один из самых первых парков, который был, грубо говоря, отремонтирован. То есть, если вы посмотрите современные парки, Парк Горького, вы скажете, Парк Горького как будто бы какой-то устарел уже. На самом деле, это была первая так называемая ласточка, которая в сфере благоустройства городского. Там на тот момент были модные бетонные дорожки, вот их там-то сделали. Сегодня, казалось бы, это странно выглядит. Но он, да, он как будто был не так давно отремонтирован, приведен в порядок, но будто бы он уже маленько был, морально устарел. Есть такая нотка в нем. Но при этом он все равно достаточно активно используется горожанами. Там достаточно большое количество детских площадок. По сей день продолжается масштабное преобразование Казани. С каждым годом возводятся как оригинальные архитектурные сооружения, так и инновационные комплексы, которые радуют горожан и привлекают туристов. Прогресс не стоит на месте. Именно поэтому третья столица России будет продолжать реализацию новых проектов. Алексей Кошеленко, Кристина Отехина, Универ. Новости. Редактор субтитров А.Семкин